МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня, это заключительная программа этого года, мы продолжаем поиски общего культурного, политического и социального пространства. И я думаю, что одним из важных аспектов этих поисков является и попытка участия в гражданских процессах. Не всегда это прямые политические процессы или вопросы, но часто это попытка, может быть, создать приемлемое для всех пространство прямо у себя в доме, в многоквартирном или частном доме, может быть, в своем самоуправлении, на рабочем месте, может быть, еще какие-то другие гражданские инициативы, которые наверняка помогают нам найти общее с другими, начать беседовать, создавать политический, социальный, культурный диалог. И поэтому сегодня, я думаю, вполне закономерно, раз мы решили поговорить на эту тему, в гостях у нас очень интересные гости, гражданская активистка, основательница движения «Легко помочь» Инесса Вайваре. Здравствуй. Здравствуй. Очень рада снова тебя видеть после долгого перерыва, когда мы вместе занимались политикой интеграции в рамках секретариата. Но за это время, после закрытия секретариата, ты сделал очень многое на ниве гражданского активизма, за что и получила Орден Трех Звезд. Поздравляем тебя с этим. И сегодня, я думаю, мы могли бы поговорить о том, что очень часто в нашем обществе, и мы это слышим и в звонках наших радиослушателей, и в других СМИ, мы слышим неверие в то, что можно что-то изменить вокруг себя в своем социальном, культурном пространстве. Именно поэтому, уважаемые радиослушатели, я был бы очень рад, если бы вы присоединились к нашей беседе сегодня в формате телефонных звонков в прямом эфире по следующим телефонам. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. Также посылайте нам свои комментарии и вопросы нашей гости по телефону WhatsApp и SMS 2061-91. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копейн, помогает нам сегодня обеспечить техническую сторону нашей беседы. Итак, я думаю, мы могли бы начать с того, чтобы создали небольшой эскиз того, чем ты занимаешься, тех областей, где ты можешь помочь людям. Что это за движение «Легко помочь»? Рассказ достаточно интересный, потому что, когда начался COVID, я сидела дома, я чувствовала себя не очень хорошо, потому что у меня тоже не было больше работы, я не поняла, где вирус, как он развивается и так далее. Но я поняла, что есть какая-то проблема. Я такой человек, который, когда я вижу проблему, я хочу решить её. Такая, ну, не очень хорошая, может быть, такая, ну, как бы, ситуация, но я как-то решила, что мне надо сделать то, что я всегда хотела, и я участвовала в хакатоне. Хакатон — это когда ищут решение технологии, как решить какую-то проблему. И я всегда думала, что это для молодых людей, которые ориентируются в технологиях и так далее, но это было онлайн. И я поняла, что, ну, хочу участвовать. И проблема, которую мы хотели решить, как помочь людям, которые, ну, тогда уже были, как бы сказать, закрыты дома, потому что они не могли выйти, престарелые люди, люди с заболеваниями, может быть, какие-то женщины, которые одни дома с детьми, и как помочь этой целевой группе. И на другой стороне были люди, которые очень легко работают с технологиями, которые свободны, которые могут помочь. И мы думали, как их соединить. И вот это всё получилось, как беглый палец, или легко помочь потом. Иными словами, вы соединили технологии и аудиторию, которая нуждалась в конкретной помощи в рамках ковида. А какова была эта модель? Что вы предложили? Ну, люди могли звонить 24 часа в день на телефон, который нам была компания Санэйдо, они нам помогали это. И там тоже работают люди с инвалидностью и так далее. И тогда люди могли спросить, что-то помочь. Но только то, что может волонтёр, конечно, решить. Ну, не такие большие социальные проблемы. С такими тоже звонили. Но, конечно, надо понять, что человек может простые такие вопросы решить. Например, принести еду, выгулять собак. Потом в многом был вопрос про медикаменты. Ну, разные вопросы люди спрашивали. Но вот волонтёры ходили. Одна женщина пошла даже 50 раз помочь. Это мне казалось вообще, ну, как это? Почти как работа уже ей была. Идти помогать людьми. То есть вы соединяли ещё и волонтёров с целевой аудиторией? Да, да, через технологии, да, через телефон. А как реагировали те, кому помощь была нужда? Каковы были реакции? Вот это такой хороший вопрос, про чего я тоже много задумывалась. Люди боятся просить помощи. Потому что быть беспомощным в нашем обществе нехорошо. И тоже людям, которые помогали, было трудно иногда понять, когда открывает дверь человек, который выглядит, как ты выглядишь. Но мы ничего не знаем про другого. Может быть, ему есть какое-то специфическое заболевание, и он просто выглядит так, как ты. И люди боялись спрашивать. И нам даже было намного больше волонтёров, чем запросов помощи. И я много думала про это. Это не только про то, как люди открыты, но это и вопрос, как мы любим бороться сами за себя. Но иногда, может быть, нам надо научиться, что вместе что-то сделать легче. И надо уметь иногда спросить помощи. Может быть, небольшое отступление, такая интермедия, на тему, хорошо или плохо показывать в публичном пространстве свою слабость или необходимость получения помощи. Это тоже ведь некоторое свидетельство того, насколько общество гуманно. Скажи, пожалуйста, каковы твои наблюдения, может быть, такого немного социально-философского характера? Мы всё ещё грубое неолиберальное общество, или есть какие-то подвижки в этой области? Вы знаете, я думаю, что очень много что меняется на таком людском уровне. У меня есть такая теза, что люди хорошие. Все люди хорошие. Просто, может быть, им что-то не получилось в жизни, и они не могут развивать свои хорошие качества. Но то, что я думаю, немного труднее, когда мы делимся в какие-то группы. И это, конечно, немножко самосохранение, что нам легче в своей группе и не понять других, и не интересоваться про других. Но по идее я думаю, что люди хорошие, и люди помогают друг другу. И, например, вот это волонтёрское движение тоже доказывало, что там были все этнические группы, все возрасты, и всё. Люди просто решили, что если есть проблема, я могу помочь. Хорошо. 50 раз посетить кого-то, кто нуждается в помощи, это действительно, причём на волонтёрских началах, это действительно доказательство хорошего начала в человеке. Но вопрос, ведь подобными инициативами мы не можем решить целый ряд вопросов. Есть какая-то следующая ступенька? Допустим, если многие из нас думают, как начать участвовать в том, что, собственно говоря, является нашей жизнью. Жизнь дома, подъезда, двора, может быть, более широкого пространства. С чего, собственно говоря, можно было бы начинать? COVID-19 это всё-таки некоторая экстремальная ситуация, она когда-то пройдёт. Но ведь многие социальные проблемы так и останутся. Ну, чтобы были какие-то изменения, надо два взгляда, как я говорю. Один это индивидуальный, конечно, я могу что-то помочь, но другой уже систематический. И это уже вопрос знать про свои права. Например, в моём доме, когда я перешла жить там, мне просто поняло, что люди не знают закона, они даже не знают свои права, что они могут поменять главного за нашего дома. Управляющего. То, что мы называем, скажем, у нас в жаргонном уровне «апсайм на эквотайз». Хорошо, они могут поменять. Иными словами, плохой управляющий – это не судьба. Да. Хорошо. Если это не судьба, и это можно поменять, то куда, собственно говоря, отправляться, где искать помощь? У соседей. Потому что первое, что надо, надо найти людей, которые тоже так же думают. Потому что вместе это всегда легче. Один знает то, другому есть времени. И тогда уже вместе это всё, как бы сказать, покатится. Мы были где-то 7 человек, которые иначе, и у нас 40 квартир, и мы… Ну, это трудно было ещё. Там есть вопросы, которых надо решать. Но мы сделали это. А каковы были основные препятствия? Я полагаю, неверие в то, что что-то можно изменить? Скепсис? Да, потому что люди привыкли, что если ничего не надо изменить, тогда я уже больше никогда ничего не начну делать. Но то, что надо понять, надо смотреть на каждую ситуацию отдельно. Ладно тебе… Вот они, например, боролись 10 лет, чтобы поменять. А потом мы нашли в законе, как можно поменять. Просто они не знали, как я говорю, что такой закон вообще есть. И сначала, да, это было трудно людям сказать, что это сейчас получится. И получилось. Сейчас, конечно, уже отношение другое. Хорошо. Но таким образом это всё-таки вопрос, который наверняка связан и с самоуправлениями каким-то образом. Или нет? Или это частные инициативы, которые могут проходить вне... Или всё-таки можно искать и в самоуправлении помощь для этого процесса? Это зависит от самоуправления. Они очень разные. Например, когда мы работали с волонтёрскими работами, тоже социальные услуги, социальные институции были разные. Те, которые уже не смотрят, только вот закон там кончается, и мы вам не можем помочь. Но, по идее, это людская инициатива. Просто надо найти кого-то, кто может прочитать законы и рассказать другим. Вот это, наверное, самое главное препятствие, что люди не ориентируются в законах. Я была когда-то госслужащим, я понимаю, что это... Ну, мне легче. Я просто знаю, как читать законы. А есть ли возможность где-то получить консультации юристов? Да, есть много консультаций у частных организаций. Есть разные, да, конечно, есть. Хорошо. Движение «Легко помочь» всё ещё существует? Ну, нам интересно было, потому что мы меняем мышление, как смотреть на волонтёрскую работу. Люди привыкли, что волонтёрская работа – это вот когда ты связываешь свои руки с организацией, ты уже никак не можешь сказать «нет». А мы хотели показать, что это может быть, например, два часа в неделю, два часа в месяц, и тогда, когда человек может. И это очень трудно, потому что те, которые организуют эту волонтёрскую работу и нуждаются в ней, они привыкли смотреть по-другому. Так что мы ещё там думаем, как нам бороться вот с изменением мышлений. Но ещё существует, но мы видим, что в ситуации кризиса нам лучше получается мобилизация таких людей, людей, которые думают про активность, но ещё не активные. Хорошо. А таким образом мы можем говорить о том, что подобная волонтёрская работа и помощь могла поменять, может быть, отношения тех, кто получал эту помощь? Может быть, кто-то из них потом подключился к этому потоку, к этим процессам, или не было подобных изменений? Вообще-то то, что было интересно, что люди, когда вот уже кризис кончился, они свои эти отношения продолжали, они продолжали помогать, потому что если ты уже познакомился с своим соседом, которому нужна, не знаю, может быть, просто принести хлеба, тогда ты можешь каждую неделю, когда ты идёшь, просто купить соседу хлеба. Так что, может быть, не менялось то, что вот эти люди, которые нуждались, пошли волонтёрами, но поменялось отношение между людьми. И это, я думаю, очень хороший такой результат. Одно из застарелых, скажем, одним из застарелых, ну, скажем, явлений или проблем является и разделение латвийского общества по этническому признаку. И такое понятие или явление как неграждане, оно всё ещё с нами, несмотря на то, что Советский Союз исчез 30 лет назад. И, в принципе, мне кажется, что эта тема совсем исчезла со списка политических актуальных тем. У тебя схожее мнение, или же, может быть, ты не согласна? Ну, я скажу, что я такой человек практический. Я работаю со всеми. И, как я говорю, и наши волонтёры, мы стали разные люди, когда я вижу, что, не знаю, есть и политические вопросы, тоже люди просто участвуют, несмотря на... Я даже иногда не знаю, кто человек по этническому взгляду, потому что люди, я думаю, хотят быть активными и хотят жить в стране, и всё. Потому мне как-то... Мне вообще этого вопроса персонально никогда не было. Да, я знаю, что он, конечно, такой чувствительный вопрос эмоционально, но по практическому плану, как я работаю, мне такого вопроса ещё никогда не было. Но, может быть, я... Ну, отвечая уже на вопрос, я думаю, может быть, потому и он не... Ну, как-то снят, потому что, может быть, его даже нету даже. Есть какие-то группы. Также, если мы смотрим по националистам-латышам, им тоже есть проблема, им всегда будет эта проблема. Но это моя проблема и тоже больше не моя проблема. Так что, я думаю, может быть, ну, там... Разные люди смотрят по-разному на один и тот же вопрос. То есть мы можем говорить, по твоему мнению, что тема эта теряет актуальность? Я бы так хотела сказать. Хорошо, но, несмотря на это, статистика всё-таки говорит о том, что приблизительно там цифры меняются. От 10 до 12 процентов латвийского населения всё ещё являются негражданами. Это означает, что ни на коммунальном или на уровне самоуправления, ни на государственном уровне они не могут участвовать в политике, как, скажем, выразители какого-то своего мнения не могут никуда отдать свой голос. С другой стороны, это пока что реальность, изменить её нельзя. В ней её можно было бы изменить, но никто её не меняет. Таким образом, что остаётся? Есть ведь множество других форм гражданского участия. В этом смысле я хотел спросить у тебя и как у человека, который когда-то был задействован и в государственных службах, каковы есть вопрос или каковы области решения политических вопросов, допустим, для неграждан, для тех, кто не имеет право отдать свой голос, но ведь есть же целый ряд других форм или форматов. Да, и я хотела ещё сказать, что посмотрите, как используют свои права те, которые могут идти на выборы. Там ведь не 100% идут, так что это тоже, ну, такое... Да, последние выборы в самоуправлении вне Риги, это было очень печально, что это около 30%. Да, и, по-моему, ответ в том, что есть много других форм, потому что я сейчас, когда я живу в достаточно маленьком городе, я вижу, что очень много можно поменять на таком практическом уровне. Ты можешь пойти на самоуправление, ты можешь что-то спросить, ты можешь решить. Тебе есть финансы, например, для проектов, инициативы и так далее, да? Так что, может быть, даже эта, ну, нужда политическая меньше и меньше. Я вижу тоже для молодёжи. Они тоже очень активны уже на глобальном уровне, и, может быть, сама, как сказать, динамика поменяется. Может быть, политический вопрос уже или политическая такая активность уже будет меньше и меньше. Ну, вопрос, хорошо ли это? Ну, про это я тоже задумывалась, потому что это значит, что политики будут жить такой, как бы сказать, отдельной жизнью. Своей параллельной реальностью. Да, параллельной реальностью. А мы будем жить параллельно. Это, может быть, нехорошо, но это, может быть, можно поменять только с двумя сторонам. С одной стороны, это, конечно же, опыт гражданского участия на таком, как бы, хозяйстве, на бытовом уровне, и, наверное, это получение некоторого удовлетворения от ощущения, что что-то можно поменять. С другой стороны, не хотелось бы совсем заниматься просто своим огородом, говоря о том, что действительно мы тогда теряем связь, интерес в политических вопросах, а у нас таких тем очень много. И в этой связи у меня вопрос к тебе, может быть, такого философско-политического характера, какие темы в публичном политическом пространстве ты бы хотела видеть более часто или ярко представленными, что исчезает, хорошо, вопрос не граждан, как бы, совсем исчез, никто не собирается его решать. И, опять же, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что с точки зрения политической общины или политической нации, то, что 10% плюс-минус населения смотрят, как зрители, на процесс избрания политиков, которые потом решают вопросы всех, это все-таки некачественное гражданское общество, это такое хромающее гражданское общество. И поэтому повторю свой вопрос, какие другие темы более широкого порядка ты бы хотела видеть и которые ты не видишь? Я бы сказала, что две темы. Первая про социальные вопросы. Я думаю, что вот это неолиберальное отношение к жизни многих оставило за бок, за бортом. За бортом, да. Потому что, например, скажу пример из жизни. Был такой, вот есть сейчас такой план, даже не знаю, как он будет по-русски, он по-латышски называется «Оздоровление и длительность или продолжение». Да, ну «нотрибс», да, это такой механизм. Но идея какая была, что Евросоюз давала очень много денег, чтобы мы как бы из кризиса легче вышли и чтобы вот сделали системы, чтобы не было больше таких кризисов, да, или ну не таких острых. И там весь фокус был на климат и экономику. И мы говорили, что очень большое влияние кризиса было на социальные вопросы. И мы еще чувствуем это влияние. Но политики и люди привыкли только смотреть, что если у человека будут деньги, это будет ему уже все хорошо. Но в жизни так не бывает, потому что это есть и про образование, про социальные услуги, про психоэмоциальные вопросы. И просто то, что я вижу, что мы так привыкли думать только про деньгах, что мы забываем, что человек немножко, как бы сказать, с других сторон тоже развивается, да. Вот и я вижу, что даже у политиков нет ответов на этих социальных вопросов. Они строят социальные дома и все время это про форму. И вот такие вопросы, по-моему, только люди сами могут поднять, да, потому что они знают, что это такое. И второй вопрос, который мне очень, ну, такой важный, про большие экономические вопросы, глобальные, потому что я вижу, что наш мелкий бизнес умирает. Мы смотрим на него, как на каких-то воров, да, что они все воруют, не платят налоги и так далее. Я просто знаю, какие налоги не платят большие фирмы глобальные, там много расследований нету, есть. Амазон, например, Амазон, Аппл, все вместе там, скажем, труднее сказать, кто платит, да, и тогда вот этот вопрос национальной экономики, развития национальной экономики, защиты национальной экономики, по-моему, не поднимает никто. Мы просто смотрим на больших и на всяких там инвестиций, инвесторов, но нам надо думать и про людей. Так что эти две вопросы как бы идут вместе, но они с разных сторон может быть немножко. Иными словами, макроэкономические показатели у нас доминируют и за этими абстрактными фигурами мы не видим человека. Но ведь давно уже доказано, что постфордовая или экономика после Форда, условно говоря, постфордийская, она основана как раз на человеческом факторе, на факторе как бы его творчества и его влияние на социально-экономические процессы. Представим себе, что мы набросаем такой футуристический манифест социальной политики. Как бы тебе хотелось видеть эту область латвийского общества, допустим, лет через 20? Вот если бы у тебя была возможность нарисовать такой футуристический рисунок, что бы мы в нем обнаружили? Что бы мы видели, что каждый человек в стране может что-то дать нам всем. И это может быть даже очень разные навыки, которые могут быть у человека. Может быть, совсем-совсем простые, которые мы не замечаем, когда мы, не знаю, идем и кто-то хорошо почистил нашу улицу. Мы сейчас все видим, что... Улицы просто не чистят. Мне кажется, дворники исчезли как класс. Куда-то они в этом году все ушли. Мы видим, что как очень... Сейчас, когда мы вот с такой стороны экономики смотрим, у нас есть вот люди с маленькими зарплатами, например, дворники, и есть люди с очень большими, те, которые развивают экономику. Но мы видим, что мы все в этой системе вместе, и мы не можем сказать, что кто-то хуже. Например, если у нас есть, не знаю, учительница детского садика, пока тебе не надо услуги детского садика, ты можешь говорить, и она там не делает ничего такого. А когда тебе надо идти на работу, чтобы свою зарплату получить и оставить где-то ребенка, это уже очень такая важная функция. И тогда уже это вопрос, а почему этот человек меньше тебя зарабатывает? Ну, конечно, это иллюзия. Ты мне спрашивал. Да, футуризм часто иллюзия. Да, такую нарисовать. Но то, что мне кажется, что мы просто, ну, немножко слишком большой фокус поставили на развитие экономики, но забыли, что чтобы эта экономика развивалась, и другие функции важны. Ну, будущее не всегда иллюзия. Может быть, будем надеяться, что что-то из того, что ты сейчас набросала, может быть реализовано. Но я думаю, что мы здесь говорим скорее об отсутствии некоторой социальной солидарности в латвийском обществе. И я думаю, что ты в работе, в движении и в других проектах наверняка видишь это. А как тебе кажется, что блокирует появление новой солидарности? Потому что, да, в советский период это было навязано, это были плакаты, это были призывы, за которыми была пустота, да, такие симулякры. Но ведь сейчас во многих странах Европы, например, немецкая экономика является примером возможности диалога между работодателями и, скажем, наемной силой, социальная там присутствует очень сильно, во Франции может быть слабее и так далее, и так далее. Ведь это же возможно восстановить и в рамках, ну скажем, капитализма с человеческим лицом, да. Как тебе кажется, что у нас в Латвии блокирует появление подобной новой солидарности? То, о чем мы говорили с начала, потому что люди привыкли ну подождать. Ну это, ну ладно, немножко мне уже все-таки дают. Они боятся просто. То же самое, что было с людьми, которые должны были спрашивать с помощью. Они не спрашивали ее, они просто терпели. И я думаю, вот это, ну как бы такая филозофия, что мы говорим, вот ты сам виноват, должен потерпеть, если тебе что-то не получается, значит ты сам виноват. И это, я думаю, очень неправильно, потому что система тоже очень важна, какую систему мы рисуем, чтобы человек мог развивать себя. и она не всегда благодарна для развития людей на одинаковом уровне. Хорошо, тогда если мы вспоминаем сейчас то, что ты сейчас рассказала, напоминает мне тезисы британского социолога, уже покойного Зигмуда Баумана, который говорил, что неолиберальное общество оставило человека как бы один на один с его ошибками, проблемами, и во всем виноват он сам, а не система. Таким образом, нам нужно, по идее, менять этот тезис. То есть человека нужно снова вывести на уровень общения с государством, и государству необходимо как бы, может быть, даже принудить к новому такому воззрению на то, что человек есть часть той ткани, из которого общество создается. И мне кажется, как раз это в Латвии отсутствует, потому что, например, увеличение зарплат депутатов Сейма и так далее, на фоне того, что учителя и врачи ждут, ждут и получают крохи, но это доказательство того, что они живут параллельной жизнью. Это с точки зрения политической этики просто бессовестно, но, увы, пока мы это изменить не можем. Затронем некоторые другие, более древние слои твоей биографии, а именно политику интеграции. Совсем недавно я видел в публичном пространстве в Фейсбуке, мне кажется, твои высказывания о том, что ты осуждаешь некоторую такую этнокультурную политику, скажем, латвийских партий в смысле невозможности распространения каких-то меньшинственных культур, этнических и так далее, или, может быть, даже политики памяти. Ты могла бы порефлексировать на эту тему? Что тебя в этой области может быть не удовлетворяет, что бы ты хотела, что бы поменялось? Ведь у нас же все еще существует тема раздельной памяти исторической. 16 марта не за горами, 9 мая тоже, в принципе, недалеко. И мы каждый год повторяем эту трещину, как такой ритуал какого-то племени, который раз в год или два раза в год выносит какие-то чучела. А вперед мы не идем, мы просто идем по какому-то такому кругу. Как тебе кажется, что здесь можно сделать? И нужно ли что-то делать? И чем это чревато? Ой, ну это такой трудный вопрос. Я даже сейчас начала думать, что я писала. Я так много говорю, наверное, публично, что я уже не помню, что я где сказала. Ты в какой-то степени сравнивала националистический дискурс с предыдущей советской политикой, этнополитикой, где многое заглушалось, там были этнические иерархии и так далее. Я в этом смысле согласился бы с этим полностью, потому что, собственно говоря, наша программа как раз и посвящена поискам этого общего. И многие социологи, например, и политолог Юрий Розновал говорят о том, что в быту этой трещины как бы не существует или она очень небольшая. Но там наверху политический дискурс постоянно ее возобновляет. Ну я думаю, это и ответ, что просто это кому-то выгодно, все время обновлять и обновлять, потому что на людском уровне, ну, мне больше 40 лет сейчас, да, я только один раз в жизни в Латвии почувствовала, что человек со мной не хочет говорить, ну, не говорить, но нету хороших таких отношений, потому что я латышка. Только один раз в жизни это больше не... ну, есть очень много знакомых русских и так далее, это вообще никогда не было никакой проблемы. Но то, что я вижу, что люди вот такую дискурсию все время делают, но они делают не только по латышам и русским, они делают и по правильным и неправильным латышам. Я ведь тоже неправильная латышка. А, расскажи, в чем твоя ошибка? Моя ошибка? Я даже не знаю, где моя ошибка, ну, может быть, не знаю. Да, ну, я такой открытый человек, я, наверное, на людей смотрю с других сторон, потому что я работаю на глобальном уровне. Мне вообще все равно, какой человек этнический как бы... Присхождение. Да, присхождение, как он выглядит, большой, маленький, толстый, худой, мне все равно, потому что люди глобально, в мире очень разные, их вообще невозможно сравнить. Я смотрю на человека с такого зрения, хочет он, не хочет что-то делать, как он активный, неактивный, и даже если он неактивный, я не могу осуждать, потому что у меня тоже были такие процессы в жизни, когда я не могла ничего больше сделать, только для себя, все. Так что я думаю, что это больше политический вопрос, но вот про эту херархию я просто читала интересные книги про Латвию, когда она создавалась, и там про очень много разных людей с этническими происхождениями, которые участвовали, которые были активны, которые, ну, тогда тоже я читала, что они не все были дружны, да, но это, наверное, как какой-то часть нашего идентифика, это не такой специалист по этим вопросам, но то, что я вижу, что мы как-то потеряли, может быть, такую, ну, такой взгляд, какие мы разные, и мы забыли гордиться про это, и я думаю, что мы должны гордиться, что люди разные в Латвии живут, почему нет, какая разница, если человек там не платит налоги, мне все равно, он латыш, русский или, не знаю, немец, да, потому что, наверное, я смотрю, ну, как бы, может быть, с других пунктов на людей. Да, таким образом, получается, что если воссоздание или поддержание подобной этнической трещины это политический вопрос, то тогда, собственно говоря, политика-то не появляется из воздуха, ведь это же наша проекция, мы ведь их выбираем, то есть получается, что мы как избиратели ошибаемся, мы таким образом реагируем, например, у национального объединения стабильные там 10 до 13 процентов, значит, это количество избирателей, которые думают в категориях национального, скажем, такого радикального национализма, разделение людей по этническому признаку, ну, и не будем скрывать, что и так называемые русские партии тоже жили и до сих пор существуют на проценты от спасения русских, да, поэтому здесь все виноваты в какой-то степени, да, вопрос только, как это начать преодолевать, потому что не кажется, что мы живем в разных таких параллельных реальностях? Мне кажется, что это вопрос, от чего мы боимся каждый, и то, что я тоже, ну, сейчас за последние два года как-то заметила побольше, что люди в таком очень, ну, плохом состоянии, что они много чего боятся, и тогда, наверное, вопрос, кто чего больше боится, если я, например, боюсь LGBT, тогда я не голосую за таких партий, если я боюсь, что меня кто-то будет осуждать по моему этническому вопросу, я тогда уже голосую за других, но в Латвии, по-моему, проблема, вот, как для меня, как для латышки, была, что нету таких либеральных, но и национальных партий, потому что я очень большой патриот своей страны, но мне, я бы не хотела за такие, ну, радикальные националисты голосовать, но я думаю, что, когда я смотрю сейчас на другие партии, они ведь тоже влияют на патриотический вопрос, да, они патриотичны, но просто они не называют это таким словом, и я думаю, что это такое немножко, ну, опять, что нам надо менять, как мы смотрим на это, потому что быть патриотом, это не значит быть всегда националистом. я тоже считаю, что национальные партии приватизировали это понятие патриотизма, почему, например, натурализовавшийся русскоязычный, неважно какой этнической принадлежности, человек, который платит налоги, может быть, работает в госсекторе и так далее, он тоже есть часть патриотизма, у нас есть звонок, пожалуйста, надень наушники, добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что вот эти политические проблемы у нас, которые, потому что у власти в принципе стоят не латыши, не хозяева, не те, которые здесь выросли, жили, но обратите внимание, вот у нас сейчас президент, он начался в Германии в детстве, потом премьер-министр, тоже он там как-то латышо-американского происхождения, не местный образно говоря, Вайровики, Фрейберга, все вот такие вот ставленники, они все оттуда. А кто их поставил, если они ставленники? Я думаю, что этот самый дядюска Сэм, да? А то есть американцы? Конечно, а кто же еще? Понятно, спасибо большое, да. Ну вот, такая версия, то есть, иными словами, во всем виноваты американцы, очень старинный, ныне в России тоже существующий такой путиновский дискурс о внешнем враге. Ну хорошо, вот одна версия нашего радиослушателя, страхи подобные, на самом деле тоже в какой-то степени страх, он тоже имеет место быть. Хорошо, как все это преодолеть? Опять немножко футуризма. Что должно быть сдвинуто с мертвой точки? Что нужно изменить? Как нужно по-другому жить? Я думаю, что нам надо немножко побольше поверить друг другу. И опять буду говорить про эту волонтерскую работу. Люди там должны были поверить, что кто-то тебе принесет продукты, и тот, открыть дверь. Открыть дверь. Те, которые приносили, что тебе отдадут деньги, потому что они за свои деньги покупали сначала. То есть это тоже доверие с той стороны. Ужасно большое доверие вообще-то, да? И я видела, что это возможно. Я думаю, что нам немножко не надо смотреть на других, как на врагов. И я хотела на звонок немножко сказать, что я очень много работаю с диаспорой, потому что это люди, да, они уехали, но у них опять другой взгляд. И я опять не смотрю, откуда они, но я смотрю, что они могут дать, как они могут помочь нашей стране. И очень много и отзывчивые, и помогают и нашим организациям и так далее. Так что я думаю, что может быть нам надо смотреть с других перспектив на друг друга. Это еще один интересный момент, который ты упомянула, именно диаспора. Ведь в официальном дискурсе в Министерстве культуры и так далее существует представление, что диаспора это только уехавшие латыши. Но ведь уезжали и другие представители разных общин, поэтому в принципе это диаспора латвийцев, а не латышей. Увы, в латышском языке а грамматика это тоже политика, не существует понятия латвийц. Мы давно пытаемся это перевести с русского на латышский, но пока безуспешно. Таким образом, в принципе, речь идет о, наверное, воссоздании политической нации. Здесь, я думаю, действительно, доверие очень важно. Резко меняем декорации. А чего ты боишься? Ну, такой трудный вопрос, потому что, я думаю, эти последние два года я начала так мало бояться чего-то, что мне даже ужасно стало от того, что я не боюсь. Я думала уже, что я... Испугалась своей храбростью. Ну, и ужасы других, ты уже как-то становишься ну, таким другим. Может быть... Я не знаю даже, чего я так... Ну, может быть, на таком очень мелком плане тараканов боюсь. Ясно. Хорошо. Вернемся от фобии к будущему. Вопрос, связанный с попыткой изменения нашей реальности. Хорошо. Если мы преодолеем, допустим, этнические трещины, если мы начнем по-другому смотреть на процесс избрания политиков. Ну, очень часто в латвийском пространстве, как мне кажется, отсутствует понятие именно тех глобальных тем, которые ты упомянула. То есть, у меня есть ощущение, когда я слушаю, так как я человек без телевизора, я слушаю в основном новости. Так вот, я, слушая, допустим, немецкие новости, я прожил сейчас два года в Берлине, и слушая латвийские новости, это просто две разные планеты. Если в немецких новостях уделяется время и геополитике в Восточной Европе, и правам афганских женщин, то в Латвии после первого сообщения из правительства дальше идет, как правило, речь о новом сорте помидоров или еще что-то там, или новости из зоопарка и прочее-прочее. Я не хочу, конечно, совсем утрируть, но это довольно банальный поток. И такое ощущение, что просто тематически проблемные зоны как бы не упоминаются. Я думаю, здесь еще и вопрос СМИ, а вопрос тогда потребления СМИ, то есть, в принципе, у нас и пространство медией тоже разделено по этническому признаку, но ведь в быту все больше и больше людей начинают владеть латышским языком. Мне, например, лично все это время не хватает какой-то очень интересной, активной такой общественной компании на тему «посмотри, как здорово знать латышский язык». А вот я, например, боюсь именно того, как бы это этническое разделение не стало таким удобным биотопом, где мы все как бы строили свои гнездышки, мы все это знаем. А как тебе кажется, мы уже достигли такой фазы или все-таки мы еще можем сдвинуться с точки, с мертвой точки? Я немножко по-другому, наверное, отвечу на первую часть, что ты говорил, но немножко так отзываясь на вторую. Я думаю, что мир очень быстро меняется сейчас. Если мы смотрим с глобального пункта, молодежь сейчас говорит по-английски, между собой говорит по-английски. Я слышу это, когда прохожу мимо какой-то школы, да, это довольно интересное явление. И я думаю, что это все поменяется само собой. И почему я это говорю? Потому что, да, что правда, что эти глобальные темы, мы еще немножко боимся от них. Но люди больше-больше понимают, как они связаны с глобальным миром. Конечно, ковид нам показал, климат показывает, да, но вот это и то, с чем занимается моя организация, где я работаю, как бы свою работу. Мы пробуем людям рассказать, как мы можем повлиять на глобальный мир и как глобальный мир влияет на нас. И когда я иду в школах, про это рассказывать, я могу сказать сейчас, вот я 10 лет почти работаю в этой организации, это очень поменялось, очень поменялось. И что еще интересно, что людям это интересно, потому что мы показывали фильм такой про экономику глобальную, и мы хотели 30 местах Латвии показать, а мы должны были показать 100 местах, потому что людям интересно. И это тоже стереотип. Я всегда думаю, что мы много говорим по таким стереотипам, которые не существуют больше. Мы их там, как ты говоришь, говорим-говорим про них, просто мы привыкли про них говорить. Но когда ты идешь к людьми и говоришь с ними, они хорошие, толерантные, и друзья я бы хотела. Ну, конечно, я всегда в разной, но по большим не очень хороший опыт с людьми, которые живут в Латвии. Это очень светлое и оптимистическое окончание нашей беседы, так как у нас еще три минуты в нашем распоряжении. Вернемся, может быть, к самой сути и к основе нашего сегодняшнего разговора. С чего можно начать менять свою реальность? Найти какого-то другого человека или самой легкой организации. Когда я была госчиновником, и мне не хватало дочки места в детском садике, я нашла организацию Марта, я пошла к ним и сказала, давайте будем решать вместе. И мы решили вместе. У нас есть очень много негосударственных организаций, в которых можно поступить и решать и свои проблемы, и другим помочь. И там неважно какой статус, гражданин, не гражданин. Вообще ничего не важно. Но я понял, в самом начале беседы ты упомянул о том, что в принципе нужно постучаться в дверь к соседу и сказать, послушай, тебя это тоже бесит. Может быть, тогда поменяем ситуацию. Хорошо. В надежде на то, что мы можем меняться своими собственными силами и тем самым менять политику, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. Также мы заканчиваем и наш цикл этого года. Я хотел бы пожелать нам всем нового, светлого, доброго следующего года, года здоровья, года окончания пандемии, которая всех нас, конечно же, изменила. Я благодарю сегодняшнюю гостью Инессу Вайвора, которая является основательницей движения, гражданского движения «Легко помочь». И мы обязательно встретимся с вами в следующем году. Есть новые темы, новые события, новые гости. Большое спасибо всем коллегам Радио Балком и звукорежиссеру Евгению Копеину за сегодняшнюю беседу. И до свидания. Радио Балком